Мастер Сао, вот у людей в головах сложилось такое мнение, что кунг-фу это по большей части удары в лицо, какие-то бои. Я думаю, это связано немножко с кинематографом, с навязанным мнением. Можете прокомментировать это как-то? Да, на самом деле сейчас неправильное видение, мнение о том, что такое кунг-фу. Что такое кунг-фу, вообще люди не знают. И я, конечно, с удовольствием немножко об этом поговорю. Такие знаменитые киноактеры, как Брюс Ли, Джеки Чан, Джек Ли, они популяризируют вот эти направления. И за счет того, что кинематограф это в основном шоу, то люди видят это в виде шоу. И в большей степени это измененное видение, что только боевое искусство существует в кунг-фу. На самом деле основатели, создатели этих техник преследовали в основную цель это долголетие. То есть мастера, которые практиковали, жили даже по 250 лет. У нас есть в истории такие мастера. И благодаря вот именно даже вот этому, не говоря о том, что я вживую общался с мастерами, разговаривал по этому вопросу, на 90% все, что мы преподаем, это оздоровительные практики. Основная цель это здоровье и долголетие. Это однозначно. Боевое искусство это как приложение. Это как шоу. Это как та часть урока, которая необходима вам. Но может быть один раз за 10 лет, если вдруг случайно вы в пироге, может быть, захотите помочь кому-то от хулиганов, спасая девушку или парня. То есть боевые искусства, они в основном взращивают в вас чувство мужественности, силы, определенные качества, которые необходимы для мужского начала. Вот это важный момент. Но не для того, чтобы выйти на улицу и начинать биться или драться, или участвовать в боях. В боях участвуют спортсмены. То есть для этого есть уже спортивные секции, бокс, хикбоксинг. Конфу не является спортивным направлением. Это техника семейная. Поэтому в основном мы занимались семейной клавой. И в основном, повторюсь, это техники для здоровья и долголетия. И это основное, что я хотел сказать. Как вы думаете, Брюс Липреслядова какую цель в первую очередь? Именно бои или все-таки долголетие? А Брюс Липреслядова был киноактером. Он был мастер в конфу однозначно. Я разговаривал со своим учителем. Спрашивал про Брюс Липреслядова, про Дрюки Чана. Он говорит, что да, Брюс Липреслядова был мастер. И Брюс Липреслядова преследовал цель это шоу. Он показывал, каких он достиг результатов. Как он владеет своим телом. Красота. И действительно, он очень часто демонстрирует свою технику. Показывает движения. Для того, чтобы показать, что именно кунг-фу может преображать тело. То есть там, что была другая цель, по моему мнению. То есть показать, что, используя эти направления, вы можете преобразить свое тело, сгармонизировать, быть ловкими, сильными, красиво двигаться, хорошо защищаться. Ну и, соответственно, это дает здоровью. Но так как это киноактер, то он все готовится для того, чтобы делать демонстрацию для телеэкранов. А можно таким способом хотел просто привлечь большое количество людей и заниматься кунг-фу? Однозначно. Даже не обсуждается. Это вторая цель, которую он хотел поставить, чтобы люди обратили внимание на восточные техники, чтобы они познали и увидели, что это реальные техники. Потому что в то время не совсем признавались азиатские направления. Больше всего европейцы смотрели на свои боксы и все такое. Поэтому вливание в кинематограф такого серьезного актера с такими качествами, способностями, возможностями, конечно, развернуло мнение в сторону кунг-фу. И люди стали кимуликаться. И уже мы видим, что это вылилось. Сегодня уже многие знают, что это очень успешные и очень эффективные техники. И боевые, и оздоровительные. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми видео. Спасибо. Спасибо.